Всем привет, друзья! Да, давненько не было выпусков, мы про это знаем, но на самом деле мы не теряли времени даром. Мы с утра до вечера, каждый день с момента последнего выпуска, весь YouTube пересмотрели, куча роликов, чтобы понять, что же нужно сделать, чтобы набрать миллион просмотров. И мы выделили эти основные пункты, поэтому это будет специальный выпуск проекта ОКГУРИСК. Он будет так и называться, выпуск на миллион. И мы по всем пунктам пройдемся, чтобы набрать свой первый миллион. Поехали! Друзья, прямо сейчас мы с вами находимся в Светлом. 8 марта, это мы подтверждаем актуальность нашего выпуска. Казалось бы, 8 марта, цветы, духи, максимум, какой-нибудь совместный ужин, но вот это вот. Прямо сейчас пообщаемся. Это человек, который знает про хайп чуть больше, чем мы. Слушайте, что сегодня вообще будет? Почему вот так вот? Вот у меня даже вопросов нет. Мы решили, что нашим любимым, дорогим девочкам надо показать, что мы в этот день готовы практически на все. Где достал такое вообще? Откуда? В связи. В Большом театре. А, ну если Большой театр, то ладно. Так бы просто другими связями я бы не гордился. Ну тебе удачи. Спасибо. Ну а то, что светлые, не переживаешь, да, что светлым как бы на окраине города. Все схвачено. Все схвачено, не будем спрашивать за что. Слушай, ну расскажи, что вообще сегодня такое будет. Забег в юбках. Бежим 9 километров. Почему в юбках? Это все ради женщин. Мы хотим их поддержать, да, потому что они, мне кажется, иногда чувствуют себя слабыми. Мы хотим вот показать, что мы и в юбках можем быть сильными. Как вот жена к этому относится, потому что ты сейчас в юбке будешь пянуть? Ты в светлом, ходишь в юбке на окраине города. Ты вообще ничего не боишься? Я побаиваюсь. Я поэтому с тобой на всякий случай детей взял, чтобы как бы все понимали, что я нормальная ориентация. Ну ты же решил не останавливаться на юбке, да, ты еще и парик себе напялил. С чем связан парик? Потому что сегодня будет приз учрежден зрительских симпатий. Пиво от какой-то там компании. В общем, мне пофиг какой компании, просто люблю пиво. И поэтому я решил же парик напяли, чтобы выиграть. Конечно, бегут и мужчины, поздравляют нас всех. То есть на 8 марта мужики должны в юбках бегать. А вы на 23 февраля бегали? Да. В военных, с оружием, в танки? У нас просто не было, мы бегали. Бегали? Вы только вдвоем бегали, наверное, никого больше не было. Что подарили сегодня? Давайте. Нам? Пантонитесь, понтонитесь. Ну, выпидали. Кроссовки. Так. А что вы подарили на 23 февраля? Только честно. Носки спортивные, Найк. Почему так решил праздновать 8 марта? Организаторы обещали самым креативным пиво на финише. И тут я вспомнил, что... У тебя есть юбка? Да. Я у жены взял. Но она не должна об этом знать, поэтому надо будет вырезать. Есть. Вот у нас собака без сна. А как она? А, она мне сказала, что ты у нее взял. А ты мне там не видишь море туда. А, ты вырезал, ты отрезался туда? Слушай, а можно показать сзади у тебя там? Смотрите, написано хочу пиво. Это реклама, да? Ах, реклама. Интим не предлагает. Слушай, ну, мало ли. Мало ли, ты такой атлетичный парень, спортивный. Сзади, ну, непонятно. Кто-то подойдет, предложит интим. Что будешь делать? Ну, скажу, нет. Там же все написано. Я специально вот. Сзади непонятно, и там надпись. Не предлагать. Таких людей еще не было в светлом, которые... Ну, это светом такие люди. Если только они считать не умеют. Да. Ну, тогда придется бежать. Можно немножко пообщаться с вами? Да нет. Вот вы даже будете снимать, нас, а мы будем снимать вас. Мужики в юбках. Что за фигня вообще? А, у них конкурс какой-то там в юбках. Это нормально, что мужики в юбках? Нет, это не нормально, но для прикола, потому что сегодня праздник, 8 марта, и, наверное, будет это смешно. На 9-е это уже будет странно. Ой, на 9-е нет вообще. Не-не-не. Давайте договоримся, если вот завтра, 9 марта, вы выйдете с палками случайно на улице, увидите мужика в юбке, вот эта палка ему прям по спине. Это уже будет неправильно. По спине ему прям дадите? Да нет, конечно. Нет, давайте прям... А может у него это... Что у него? Ну, что я... Мы снимаем специальный выпуск, короче, нам надоело, что мы набираем очень маленькие просмотры. Поэтому, если есть какая-то история, может быть, вообще самая какая-то жесткая, чтобы людям прям понравилось, потом были комментарии. Есть что-нибудь такое? Есть. Что-то необычное, может быть? Да, беременна 16. Серьезно, беременна? Не, ну я вижу, что беременна. Ох, ничего себе. 16 лет тебе? Да. Не, ну ты можешь уже настолько не врать нам, чтобы... А то такие, типа, ладно, поможем мы вам миллион набрать. Серьезно 16 лет? Да нет, реально. Как вообще, а с чего это вообще началось? Ну, я такая прихожу, значит, с последнего экзамена в июне. С какого класса? С 9-го. С 9-го класса. Обычная стандартная ситуация, да. Ну, просто зашла в аптеку, купила тест побаловаться, там, прикольнуться, там. Ну, над мамой. Захожу и делаю две полоски. То есть у тебя было два теста в день? Уникальный случай. Сперва ты по математике тест у тебя был. Угу. Потом беременна. Слушай, а где папа? Все, его уже нет? Он учится. Он был в армии тогда, а сейчас он учится. Блин, зачем ты сказала про армию? Надо было сказать, что ему 12 лет вообще. Мы вообще захайпили бы, блин. Как он? Сколько у него седых волос добавилось, честно говоря. Сейчас весит? Его друзья не знают, сколько мне лет. Ты подруги или... Ну, сестры. Что ты первая сказала своей сестре, когда узнала, что она вот не по плану беременна? Я в шоке была, честно говоря. Ну, знаете, как говорится, лучше рано, чем никогда. Да? Да. Ну, что ты сказала? Давай, какое-то прям жесткое слово мне, кажется, сказала. Ну, ты... Ты ебнутая. А как одноклассники, кстати, они здесь? Одноклассники, ну, они сначала сказали, типа, ну, не будем с ней общаться, вы что? Типа, она просто хочет прогуливать уроки, да? Она придумала, типа, знаешь, типа, я болею. Знаешь, какая у меня мысль смешная, то, что в школе сейчас, получается, биологию же как раз начинает в старших классах проходить. То есть, когда все будут проходить тему полового созревания, ты будешь рожать в это время. И ты пропустишь, и ничего не узнаешь. Вот ты сама, когда узнала, что ты беременна, ты вообще очень сильно испугалась? Я в 14 лет хотела ребенка, но это так. Тебе родители кукол просто не покупали? Женщины часто говорят, что вот надо, типа, еще раньше рожать, типа, было. Если бы ты сейчас вернулась бы в прошлое, родила бы раньше, там, в 8 лет, мне не помню. Нет. Нет? Сразу в школу не ходить вообще. Удобно. А у тебя что произошло в жизни? Может, у тебя что-то тоже? А что я говорю? Убила троих людей в 10 лет? Нет, я не убивала. Ну, ладно. Не, ну, конечно, я убивала в детстве котят. Там. Ты что творишь? Я влюбила. Ты что можешь перебить такую тему? Не, не настолько. Котят убивала. Ну, да. Веселье очень сильно. Было всего лишь 4 года. 4 года, когда будет сына? Все, не подпускай, не подпускай ее. Блин, жесткая какая шутка получилась. А что дальше планируешь еще делать? Все, родишь? Ну, я вообще сейчас занимаюсь там журнальчиками всякими, там, на казино играю. Прикинь заголовок для выпуска. 16-летняя беременная девушка играет в казино со своей сестрой, которая топит котят. Давай сейчас, может, обратимся ко всем девушкам, которым сейчас 16 лет. Посоветуем вообще, ну, типа, чтобы рожали. Не, никогда не беременеть в 16, это очень тяжело. Планируйте только с тем человеком, который будете понимать, что этот человек будет всегда с вами рядом. Не так залетели и все. Пофиг. Все. Как сестра твоя, да? Да. Можно немножечко с вами пообщаться? Ну, хотя бы одна девушка должна быть общительная. Вы пообщаетесь? Давайте. Но вам такую же маску надо надеть. Я потом она приеду. Мы нарисуем вам. Давайте мы подрисуем вам такую маску. Все, подрисовали маску. Да. Вот расскажи конкретно, чем вот твоя модель отличается? Чем она круче, чем у других? Моя модель круче тем, что она на мне. А сегодня с животными же будет показ еще? Да, но у меня не будет животного, не знаю почему. Ну, да, у нас будут собаки, у нас будут совы. Если бы у тебя было животное, какое животное? Под платье мое я бы хотела себе кролика такого с ушами. Да. Кролика с ушами, это очень важно, точнее. Кролик без ушей, это был бы максимальный резонанс. С чем связан вообще такой образ? Это потому что сейчас гриб гуляет, да, типа, надо? Очень оригинально, если бы он действительно гриб гулял. Как называется твой образ? Есть какое-то название у него? Ну, не знаю, в всяком случае, мы не говорили. Давай придумаем. Ну, давай. Типа, Саб-Зиро. Не играла в Саб-Зиро, помнишь в Мортал Комбат? Нет, не помню, не знаю. Это же намордник бы какой-нибудь. Во, во, как называешь? Намордник. Свадебный, нежный такой образ невесты такой, намордник. Что сегодня будет вообще? Сегодня вообще будет очень интересное зрелище. Будет несколько собак. Ну, насколько я знаю, сегодня же показ платьев. Невесты. Или еще костюмов для женихов тоже. Или это такое просто оригинальное платье для невесты, может быть почему-то. Мы выпрямляем свои спины, откидываемся назад. И никуда не торопимся. Вы королева, несмотря на бит. Не надо там вышагивать. А можно с вами пообщаться немножко? Мы только что немножко сняли бэкстэдж. С чего начинается подготовка вообще для такого показа? Подготовка начинается вообще с идеи. С идеи начинается, с вдохновения. А дальше уже hard work. То есть очень тяжелая работа. Что сейчас в моде? В моде то, что у вас в душе. Но на сегодняшний день... Очень сложно с тобой общаться. Ты отвечаешь подписями из инстаграма. Давай так, вот как называется это платье? Это платье называется... Придумываем. Если нет названия... Или нет, оно есть название. Мина, Мина. 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 Дорогие же платья? Платье? Дорогие платья. Платье дорогие души. Понимаете мои? Короче, ищеброды, не приходите. Вы прям со стороны очень смахиваете на такого классного актера. Снимался в массовке, но немножко роли было. С Прилучным? С Прилучным, да. Я думал, там только школьники, молодежь. Вы тоже повелись. Ну вот, хорошая, вот самая главная роль массовочная была? Да, я на лимузине приезжал. Я миллиардера играл. Мне кажется, вы костюмы еще как раз таки с собой оттуда украли. Не-не-не, там другой был, там был такой этот... Блестящий весь. Чего ты вообще один сидишь, скучаешь? Ай, ну, жду. Чего ждешь? Родителей. Может быть, ты чем-то занимаешься вообще? Ты просто в школу ходишь? Не, я готовлю. Родители не хотят готовить? Не, ну, просто хоббик, типа. Все сейчас блогерами стали. Может, ты тоже хочешь стать блогером? Да, наверное, так есть. Ты тоже блогер? Да. Сколько у тебя подписчиков? Да, уже уменьшается количество. У меня уже 700. Почему уменьшилось? Ты что-то невкусное приготовил? Да не, просто долго не выпускали. Они просто кушать хотят, понимаешь? Они, мне кажется, по естественным причинам от тебя отписываются. Еще сегодня буду готовить. О, а что сегодня будешь готовить? Яблоки с творогом и медом. Ну, прям так и называется. Давай какой-нибудь рецепт расскажем. Окей, что ты самый крутой готовил? Пиццу. То есть, чего ты начинаешь приготовление пиццы? Чего? Тесто делаю. Сам делаешь тесто? Сестрой. Потом сестра как бы готовит, ты снимаешь это на видео, выкладываешь. Потом мы нарезаем все продукты, которые нужны и кладем в духовку. Ждем определенное время. Сколько примерно? А я не знаю. А бывает такое, что ты можешь скачать картинку какую-нибудь из интернета, типа выложил, типа ты приготовил? Нет. Нет? Не поверят. Не поверят? Сразу поймут. Да, а вот когда видно, что оно сгорело прям полностью, да? Надо прям поверить сразу. Ну, там будут угольки, понятно. Ты сказал, ты будешь готовить яблоко с творогом и медом, правильно? Да. Согласись, как бы такое слишком длинное название. Я, ты, м, ну, типа так сокращенно. КПКВ. КПК, КППВ. Я, ты, м, ну, типа так сокращенно. Нет, это так не работает, оно так не работает. Ты нам скинешь потом видео, как ты приготовил. Привет, подписчики. Сегодня я буду готовить диетическое блюдо, как вы меня просили для худеющих. Это блюдо называется яблоки, творог и мед. Мммм, вкусняшко. Судобно? Очень вкусно. Мы продолжаем снимать наш выпуск на миллион. И чтобы точно хайпануть и набрать нужное количество просмотров, дорогие друзья, сейчас стало модно снимать такие коллаборации с блогерами, у которых очень много подписчиков. О, здорово, Сань. Слушай, а можно тебя на секунду? Ты не торопишься? Вообще нет. О, у тебя же как раз много подписчиков. Ну вот сто тысяч вот получил. Сто тысяч? Это кнопка пришла? Кнопка пришла. Друзья, чисто случайно, видите, встретил, прям вообще не ожидал. Короче, надо как-то хайпануть, понимаешь? Давай пранк снимем, жесткий. А сейчас же модно, кстати, пранки стало снимать, да? Да. Жесткий надо снять, уже все было, понимаешь? Потому что надо разбавить твоих подписчиков, что такое жесткий. Прямо сейчас вместе с Саней ФСБ, ОК, Гуриск, мы снимаем самый жесткий пранк в истории всего Ютуба, да? Погнали. Погнали. Не подскажешь, сколько времени? Да ладно, на самом деле я знал время, это просто мы снимали пранк, вот у тебя снимает скрытая камера. Все, спасибо большое. Девушки, извините, пожалуйста, а не подскажешь, сколько времени? Да ладно, я шучу, на самом деле я знаю, сколько времени. Мы снимаем просто пранк, у вас снимает скрытая камера. Вот, спасибо, спасибо большое. Извините, пожалуйста, а не подскажешь, как дайте до Площади Победы? это рядом на самом деле я знаю где площадь Победы, мы просто снимали пранк, вас снимала скрытая камера вот стоит, спасибо большое. Здрасьте, с вами присесть можно? Да если честно я не хотел с вами сидеть, это был пранк, смотрите скрытая камера. А сколько у вас носочки розовые стоят? Вот эти 35 рублей. Если честно у меня носочки есть, это был пранк, вас снимает скрытая камера, вот она вот она скрытая камера снимает. Здрасьте, а можно присесть у нас тут? Спасибо. Естественно я не хотел присаживаться, это была шутка, снимать скрытая камера. Все, удачно вам мне. Воу, ну все, мы сняли пранк. Вот таким вот был специальный выпуск на миллион нашего проекта ОК и Гуревск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока. Не-не-не, реально крутая съемка. Субтитры сделал DimaTorzok